Вы же это дело видели, вы видели мое удовольствие, это только начало. Потом мы еще вам покажем, как делаются дрожжи, а потом, когда сусно мешается с дрожжами, а потом вам покажем окончательный вариант через 28 дней. Вы не торопитесь, мы вам все это дело продемонстрируем, потому что мне хочется, мне хочется, чтобы вы видели качество, качество и изумительный продукт. Так вот, качественный и изумительный продукт, я не знаю почему, нормальные бизнесмены этого дела не понимают, но пока еще, пока еще, хотя я вам сейчас телефончик дам, умный человек возьмет себе качественное Верхневральское пиво, потом он обратится ко мне, попросит, дядь Леш, а дай, пожалуйста, сюжетики, я ему так же все это дело солью, и вы будете понимать, что это именно качественное, изумительное пиво. Где мы его будем сегодня брать? Мы сегодня заехали за ним на Карла Маркса 204, торговый центр Вавилон. С правой стороны у нас то самое местечко, при этом в этом местечке вы можете купить изумительное, очаровательное, безумное, обалденительное, чумовое. И, кстати, в принципе, оно не сильно дороже стоит, чем обыкновенная какой-нибудь там димедрольно-растворимая вонючка. А в связи с тем, что у меня одна женщина, в смысле, мама моя, вчера мне точно начало наезжать, я говорю, во-первых, давайте вернемся на круги своя. Вы не читали такую событийность? Ее, кстати, все должны почитать, особенно россияне. Мы же все у Господа Бога верим или не верим все-таки, в конце концов. Потому что не каждый первый из нас Новый Завет читал. Возвращаясь к истории Нового Завета, маленький нюанс. Ну, такой маленький нюанс, маленький нюанс сказал однажды очень хороший человек по названию Иисус Христос. И он сделал из воды вино, то есть там никаких проблем не было. Мало того, годика два-три назад, берите, пожалуйста, пиво. Вот, я прочитал Библию, там никаких проблем не было. То есть, если мы не будем упиваться, ужираться, а этим пивом ни упиться, ни ужираться невозможно, потому что это нормальное пиво, то с ним не будет ничего плохого для вас. Вы будете просто получать удовольствие. Как получают удовольствие те, кто находится за моей спиной. Они просто берут это пиво, и всем это нравится. Потому что оно местное, и никаких здесь консервантов нет. Правильное пиво. Да, так что лучше брать вверхнеуральское местное пиво. Чем остальное. Да. К слову, к слову, уже не только я про это говорю, есть нормальные люди, которые вам объясняют, что никогда Россия, никогда Россия, еще раз говорю, никогда в России не была пьющей державой. Вы можете кому-то что-то рассказывать, мне не рассказывайте. Я видел другие вещи. То есть, ну, употребляющие, да, она была. Но чтобы в лохмотье, да никогда она не была такой в природе своей. И мягко ли вам объясняю дивную ситуацию. Как бы вам сказать-то, когда нам говорят, что мы в топе, я говорю, ну, давайте все-таки определимся, чтобы в топе мы никогда не были, вот, мы были, ну, да и ладно. И даже если мы там и находимся, у нас есть то, что нам нужно, а что нам нужно, а что нам нужно, тот лучший аромат. Так за лучшим ароматом в природе своей вам ехать никуда не надо. Один из вариантов рядышком с троечкой. Пересечением 50 лет магнитки и улицы... Ммм, труда там находится, а это советская. Вот оно, это самое место, и вот то самое вкуснейшее пиво. Заходите, берите, вкуснее будет дома или здесь. Так вот, это тоже самое у меня было в моем ресторане. Советский Союз. Работаем от заката капитализма к рассвету коммунизма. Да, потому что я брал именно это пиво. И оно также у меня стояло. Но у меня не было холодильника. И поэтому пиво мне заводились раз в три дня. То есть было постоянно свежее пиво. Люди употребляли его. И мне это было очень-очень нравилось. То же самое вы можете попробовать и здесь. Да, потому что завод как работал, так он и работает. А надо будет, будет еще вкуснее. Я вам в очередной раз вот этот телефончик в оконцовочке. Не в оконцовочке, в серединушке объясню. Господа мои, ну не надо людей унижать. Не надо. Вы же такие же человек, как и они. Да, это будет чуть-чуть дороже, но качество будет изумительное. И когда человек потом уже к вам придет, он скажет, я купил то самое изумительное и качественное пиво. К слову о том, что в сюжете предыдущем, который я снимал на Верхнеуральском пивоваренном заводе, мне так и сказали. Сегодня, сейчас идеальная чистота везде и всюду. Кислого пива не существует в природе. А у нас было кислое пиво, магнитогорская пивоварня, кислое пиво потом переваривало. Вам это нужно? Нет. Никому это не нужно. Пейте качество, которое есть в этой дивной сети. Лоханулся я немножко. Сейчас объясню. Я не против того, где мы видим. Я не против того места, где люди получают качественный результат. Я не против Комсомольской 25. Именно здесь располагается тот самый хороший пивной бар. Давайте все-таки обратимся к нашим мыслям. То в сознании нашем пиво никогда у нас не было никаким другим напитком, кроме как получающим удовольствие и расслабление. Раньше пивных баров было достаточно много. И в принципе человек после того, как поработал, мог спокойненько зайти, выпить пару другую кружек пива и прийти домой покушать. Это было абсолютно нормальное явление. Почему сейчас этого не стало, я не понимаю. А, кстати, к слову о том, почему этого не стало. Потому что нормальных пивных баров, в смысле нормального пива, нигде нет. Есть другие места, разливайки, где вы кушаете что-то, которое сделано было вчера, куда добавили вкус типа пива и добавили немножко алкоголя. И в результате вы димедрольно-алкогольные, ну, санаболические, амфотерные чмошники становитесь. Здесь таких не существует вроде своей, потому что здесь пьют качественное пиво, которое варится для вас и неоднократно варится для вас. И оно очень вкусное. К слову о вкусности. К сожалению, мы сюда можем прийти, но тут товарищи наверняка, они думают, что стали немножко круче. Это нормальное явление. Я типа стал немножко круче. Ну да ладно. Но я вернулся на круги своя, и я говорю вам, что удовольствие должно быть. И оно есть. Где оно есть? Здесь. На Комсомольске 25. Спит.